Гуляш от Илья Лазерсона, полное открытие для меня, оказывается, красный он не от помидор, а от паприки. Делюсь с вами рецептом приготовления и открываю маленькие секретики. Приготовить гуляш по-венгерски по рецепту Ильи Лазерсона несложно, пошаговая инструкция вам в этом поможет. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. На сковороду выложите копченое сало или жирный бекон, если их нет, можно заменить на растительное масло, сало необходимо вытопить, выжарки убрать. Порежьте лук на четверть кольца. Выложите лук на сковороду и обжарьте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Говядину порежьте на довольно крупные кусочки, примерно, с грецкий орех. Поверх лука выложите мясо, часто мешать не надо, лучше встряхивать сковороду. Цель данного этапа, запечатать мясо, чтобы оно осталось сочное и обжарить его, обжаривайте на сильном огне. Почистите и порежьте крупными кусочками картофель, поставьте его отваривать, не забудьте посолить по вкусу. Обжаривайте до испарения влаги и появления небольшой румяной корочки. Добавьте паприку и уменьшите огонь, продолжайте обжаривать. При обжаривании с паприкой, мясо следует перемешивать, чтобы паприка распределилась равномерно, но при этом не пригорела. Переложивайте мясо в сотейник, а в сковороду налейте горячую воду и слейте ее в качестве бульона в сотейник. Бульона должно быть в достаточном количестве с учетом добавления ингредиентов и с учетом предстоящего выкипания. Порежьте красный перец небольшими кусочками, добавьте его в сотейник, когда мясо прокипит, примерно, через 10-15 минут. Слейте воду с отварного картофеля. Переложивайте картофель к мясу и продолжайте тушить на небольшом огне, час-полтора, ближе к концу варки добавьте острый перец чили. Пока тушится мясо, приготовьте чипятки, это такие клетки, для этого возьмите один крупное яйцо и добавьте к нему 3-4 столовые ложки муки, сколько возьмет, муку добавляйте не сразу, а в процессе замеса теста. Замесите тесто, оно должно быть тугим, но не очень, чтобы из него можно быть сделать клетки, но при этом, чтобы они не были слишком грубыми после варки. Выложите готовые чипятки, клетки на блюдо, присыпанные мукой. Когда мясо полностью проварится и будет мягким, добавьте чипятки, клетки и еще раз поставьте на огонь, варите 3-5 минут до готовности. Подавайте гуляш, присыпав его зеленью, это очень вкусное венгерское блюдо, совсем не похожее на то блюдо, гуляш, подаваемое в советских столовых, к вкусу которого мы привыкли, избавьтесь от стереотипов, приготовьте гуляш по-новому, как научил мировой повар Илья Лазерсон. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Говядина, 700 грамм. Картофель, 4 штуки. Копченое сало, 50 грамм, можно заменить на бекон или на растительное масло. Лук, 1 штука. Паприка, 2 столовые ложки. Красный болгарский перец, 1 штука. Горький перец чили, 1 штука, по желанию. Зелень, 15 грамм. Соль, 1 чайная ложка, или по вкусу, количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, до новых встреч.